Одним из обсуждаемых на встрече вопросов стали меры господдержки креативных индустрий и экономики в республике. В минувшем году в Карелии был создан креативный кластер, объединяющий людей творческих профессий. Так уже проводятся обучающие мероприятия с ведущими экспертами и бизнес-миссиями. Большая часть выявленных предпринимателей региона задействована в направлении архитектуры, гурбанистики, IT, образования и маркетинга. И сейчас мы еще видим перспективы текстильной сферы и дизайна. При участии Министерства культуры республики на базе Карельского колледжа культуры и искусств создается школа креативных индустрий. В будущем ее ученики смогут продолжить образование на базе кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна Петергеум. Еще один проект, который реализуется Минкультом, направлен на создание в помещениях бывшего ресторана Петровский ремесленного арт-пространства, которое станет профессиональной и творческой площадкой. Кроме того, на заседании был представлен опыт проектной деятельности Ассоциации ЭХА. В этом году при поддержке фонда грантов главы республики реализуется проект, созданный Севером по развитию сферы ремесел. Все то, что мы разрабатывали в течение последних 10 лет, мы решили собрать воедино. Сейчас на сайте Ассоциации ЭХА есть онлайн-карты ремесленников и этнокультурных центров. И если вы заметите, то Северо-Запад достаточно, и Республика Карелия достаточно представлена на этой карте. На встрече также зашла речь о реализации региональной адресной программы по переселению из аварийного жилья на 2019-2023 годы. В Пряжинском районе план выполнен. В новые квартиры переехали 34 человека из трех многоквартирных домов. В Калевальском районе расселили 35 человек, осталось еще 8. В Прионежском жилье получили 235 граждан, на очереди 86. А в Олонецком районе переселили 118 человек и необходимо расселить еще 46. Работа по приобретению квартир продолжается. Мы понимаем, что не так все просто, что есть проблемы с системой водоснабжения, теплоснабжения во всех муниципальных образованиях. Но, тем не менее, надо понимать, что в таком объеме жилищного строительства, который предстоит в будущей программе, Республика одновременно в 100% обеспечить новыми коммуникациями все это новое жилье, разумеется, наверное, сразу же не сможет. По словам Павла Банковского, необходимо искать земельные участки с уже обеспеченной инфраструктурой, поскольку финансово затратно строить сети на новых участках. Дарья Изофатова, Максим Зверев, Служба новостей.